Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекелинбург. Вы смотрите 368 серию. Добро пожаловать! Сегодня мы играем семейкой Полине Лорочки. Наша Глория побежала на беговой дорожке, потому что нужно немножко похудеть нашим Симом. И если я не буду забывать, буду отправлять их бегать на беговой дорожке. И там где-то глубоко в джунглях наш Дастин создает ванну. Так, ребятки наши, Элли, подожди, ты у нас не встанешь со стола, пока не прочтешь эту книгу. Ты что, куда она собралась, я не знаю, но ей нужно читать, потому что по мечте ее жизни ей нужно закончить три книги. И вот я ей дала задание, чтобы она начала читать хотя бы книгу. Книга называется Пудинг на орбите. Нужно обязательно запомнить ее название, потому что если она не дочитает, чтобы потом эту книгу почитать опять. Итак, сегодня я хочу поиграть Лукасом и, конечно же, хочу отправиться в цветочный магазин. Но сначала ему нужно подкрепиться. Он уже, в принципе, почти поел. Вот, давайте посмотрим сразу, не ходят ли какие-нибудь Симы, раздающие сахарные черепа. Конечно же, к сожалению, они проходят мимо нашего дома не так часто, как этого бы нам хотелось, по крайней мере, мне. Вот, и, значит, сегодня мы отправимся в цветочный магазин и попробуем там продать картины. Потому что Глория нарисовала несколько картин. Вот три, нет, две, две картины. Я их уже переместила в багаж к Лукасу, чтобы он их мог разместить в цветочном магазине. Обе они стоят две тысячи симолеонов. И мне просто очень интересно, сколько же мы за них выручим. Нет, моя дорогая, а что значит изучение? Читай книгу. Я неправильное действие ей дала. Она должна ее читать, а не изучать. Вот, и, кстати, ребята, наша Глория выполнила жизненную цель. Она хочет сына обнять, да, поболтать хочет с сыном. Так, Лукас, давай спускайся вниз. И Глория выполнила, ребята, жизненную цель. Ей нужно выбрать другую. Я вот думаю, выбрать ей барона, либо выбрать ей любовь. Наверное, все-таки выберу любовь, потому что сейчас у них плохие отношения с Кеном. И, может быть, выполняя эту жизненную цель, они немножечко сблизятся. Она у нас разбогатела. Правда, денег много мы уже заработали. И вот в прошлой серии, когда мы были в пекарне, мы там заработали деньги и как раз выполнили жизненную цель. Я думаю, что мы попытаемся найти родственную душу. И чтобы наша Глория стала с Кеном, наверное, родственными душами. И, может быть, выполнив эту жизненную цель, она как-то будет более счастлива. Ну, а Лукас наш, конечно же, сейчас отправляется в цветочный магазин. Спускается он вниз. Давайте выберем действие отправиться. Отправится он, конечно же, сам. Так, подождите, я забыла уже. Вот, нам нужно выбрать самолетик и отправиться в заведение. Итак, ребят, мы на месте. И, кроме Лукаса, я еще решила взять с собой Элли. Потому что она у нас читает книгу. В общем, мы взяли с собой книгу. И Элли, она у нас будет читать Пудинг на орбите. И я надеюсь, что прочитает эту книжку. Кстати, там у нас дворец Бурухтана. Кто не знает, кто, может быть, забыл Элли. Ну, что ж такое? Ну, давай читай. Все, ты бросаешь это дело. Не бросай, я тебя прошу. Ну, так, мы открываем... А, нет, мы не открываем наш магазин. Потому что нам нужно выставить картины на продажу. Иди сюда, Лукас. У нас уже картины я повесила. Те, которые нарисовала Глория. Вот висит одна картина на продажу. Выставляем. И вторая. Я очень надеюсь, что их все-таки купят. Я пока сниму с продажи вот эту ламу и этого слоника. Потому что тогда шанс купить картину уменьшится. В общем, чтобы шансов купить картину было больше, я выставлю на продажу только этого дворецкого и нашей картины. А Элли будет сидеть вот тут перед нашим магазинчиком и читать книжку. Ей, в принципе, в магазине особо-то и делать нечего. Главное, чтобы она книгу прочитала. А то я знаю, я ее оставлю дома. Она, конечно же, читать не будет. Вот. Ну и будем заниматься нашим магазином. Лукас уже готов. Ждет клиентов. Кстати, вот наша работница. Давайте дадим ей задание. Давайте дадим ей задание отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы покупателей. Чтобы она сразу отвечала всем на вопросы по поводу картин и так далее. Так, тут клонша у нас в туалете. Лукас в туалет зашел. Чего-то так. Подождите. А что она вышла на улицу? Я не знаю. Меган, ты не должна быть на улице. Ты должна быть внутри и должна обслуживать посетителей. Я надеюсь, что сегодня мы хоть что-нибудь продадим. И очень надеюсь, что это хоть что-то будет нашей картиной. Так, все. Теперь заходите внутрь и будем обслуживать покупателей, посетителей. Ну, давайте. Я не знаю. Есть кто-нибудь знакомый? Знакомого, к сожалению, я никого не вижу. Поэтому попробуем вот эту Зинаиду Соколову уговорить купить нашу картину. Кстати, вот эту девушку мы тоже часто встречаем, когда она черепа раздает. Я ее помню. Наталья Лукина. Вот ее можно попробовать поприветствовать. Она нам не раз уже черепа давала. Так что, если повысим с ней отношения, то есть возможность, что потом она нам черепа будет чаще давать. Так, торговля. Давайте ответим на ее вопросы. Давайте узнаем о финансовых возможностях. И обсудим предпочтения в покупках. Че ты плачешь? Что случилось? Пришли к нам плакать в магазин. Не надо плакать. Давайте выбирайте. Выбирайте. У нас как бы выбор небольшой. У нас вот мужик продается. Продается картина. И еще одна картина. Кстати, где Меган? Меган отвечает на вопросы покупателя. Правильно рекламирую ему наш магазин, нашу картину, чтобы он с радостью купил чего-нибудь. Кстати, Меган очень похожа на Лили. Ну, потому что она является ее... Боже, кем она является? Ее внучкой получается двоюродной. Потому что мама Миранда была ее племянницей. Да, это получается внучка. Двоюродная внучка Лили. Так что, конечно же, они похожи. Особенно черты лица. Ну, черты лица и похожи. Глазки похожи. Что-то есть от Лили. Вот смотрю на нее и правда очень сильно напоминает Лили она мне. Так, ну, мы пытаемся вот эту вот тетю Наталью Лукину уговорить чего-нибудь купить. Поэтому давайте будем давать всякие такие действия, которые предложить варианты разные, чтобы можно было продать нашу картину. Где у нас Элли? Элли читает или... Подождите, что она делает? Она кушать себе уже пошла готовить. Ну, это тоже правильно, потому что проголодалась. Но меня больше интересует... Да, она прочитала, ребята, книги. Книги уже три штуки. И теперь ей нужно заниматься логикой. Но этим мы уже будем заниматься потом дома. Это хорошо. Хоть книжки мы прочитали. Хоть уже какое-то облегчение. Это, кстати, бывший возлюбленный нашей Полли тут мимо проходит. А черепа здесь Симы, к сожалению, не ходят. А нет, участник. Вот это Грета. Давайте мы нашу Элли попросим потом уже, наверное, доесть или доделать свой салат. Пусть она пообщается с ребенком и попросит у нее сахарный череп. А Лукас у нас заснул. Ну, ты даешь. Как мы будем продавать наши картины, если ты будешь спать? Давай продолжай уговаривать эту девушку. А это, блин, клоунша. Вот с этим обновлением, с грустными клоунами, вообще как-то не очень хорошо получилось. Потому что теперь по городу ходят Симы с такой вот идиотской прической, плачут постоянно везде. Конечно же, ничего лично я хорошего в этом не вижу. Они уж слишком часто генерируются. Так, давайте мы этой Гретте поднимем настроение. Давайте расскажем ей о том, что мы на пианино играем. Может быть, она тоже хочет научиться наиграть на пианино. Она симпатичная девочка такая. На маму, конечно, больше похожа. Если бы была похожа на своего прадедушку Рубчика, то такой красивой бы не была. Так, сделаем ей искренний комплимент. И я не знаю, просить у нее череп или, наверное, не даст еще. Узнаем ее получше. И попробуем попросить череп. Если что, потом дальше поповышаем с ней отношения. Лукас, я не пойму, почему у наших покупателей не повышаются колбочки над головой. По идее, они должны как бы хотеть уже что-то приобрести. Вот, и должны появляться синие колбочки, где было бы написано, что он там, покупатель, хочет что-то купить. Так, Элли получает череп. Отлично, там еще тетя идет. Тетя, стой, стой, тетя. Я тебя прошу, тетя, стой. И давайте мы ее догоним, если она, конечно же, остановится. С Гретой мы уже пообщались, и она нам дала череп. Кстати, ребята, этот череп Жиль, и у нас его нет. Это круто. Он у нас есть в другой семейке в прошлой серии. Мы этого Жиля приобрели, по-моему, Джаред или Эйприл. Я уже, ребята, запуталась. Уж слишком долго и часто мы собираем эти черепа. Я вообще уже записываю пятую серию подряд, потому что сейчас вообще нет никакой возможности записывать каждый день. Потому что дочка до сих пор мы на больничном, в садик так и не ходим. Вот, нам сказали лучше. Вообще, еще две недели врач сказала лучше дома посидеть. Поэтому вот я записываю серии только в выходные. И когда муж приходит с работы, сразу сажусь и записываю четыре или пять серий, потому что потом я, ну, просто в течение следующей недели записывать вообще ничего не смогу. Так, давайте этой тетеньке поднимем настроение. Обсудим с ней танцевальные навыки. В общем, немножечко пообщаемся и тоже попросим череп. Кстати, обратите внимание, нам уже пишут, что осталось два черепа. То есть, этот Жиль уже засчитан, хотя мы его не поставили на полочку. Вот, мы его поставим, когда вернемся домой. И, получается, осталось два черепа. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Нет, Лукас все-таки ушел спать. Ну-ка, ой, подождите, она хочет что-то купить. Давайте быстренько обслужим покупателя. Все, мы ее уговорили. Кстати, Стив пришел. Тоже хочет что-то купить. Давайте, ну, 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 не переживай. Ну, забыли мы про тебя. Мы там черепа пытаемся получить. У нас, знаешь, сколько дел? Кучу целая. Целая куча. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, купи картину или чего-нибудь. Мне просто интересно. Очень хочется, чтобы она купила картину. Ну, не уходи. Ну, пожалуйста. Действия. Сформировать группу. Какую нафиг группу? Она не хочет уже ничего покупать. Походу, она слишком долго ждала. Давайте, ребята, тогда попробуем Стива, что ли, обслужить. Ну, что такое? Вот не повезло. Так, Элли получила сахарный череп. И это еще один жиль. А, нет, это Джефф. Но Джефф, ребята, у нас есть. Не повезло. Опять попался нам точно такой же череп. Я не знаю, как нам собрать два таких, что не было еще. Это будет, я думаю, очень-очень сложно. Так, давайте узнаем о финансовых возможностях. И попробуем теперь уже не отвлекаться. И попробуем уговорить Стива купить что-нибудь. Все, Элли, с тетенькой можешь, наверное, уже прощаться. Потому что больше она нам черепа не даст. Это не участник празднования Дня Мертвых. Но я думаю, что участники больше ходить не будут, потому что уже слишком поздно. Все, Элли, тогда я со спокойной совестью отправляю домой. Иди, высыпайся. Иди, не знаю, отдыхай. Так, домой. Вот, написала ей. Дала задание, чтобы она шла домой. А Лукас попытается уговорить Стива. Слышишь, Лукас? Ты попытаешься уговорить Стива купить картину. Или дядю вот этого статуи. Стив, не уходи. Стив, по-моему, в туалет собрался. Давай, Стив, купи у нас чего-нибудь. Повосторгаемся магазином. Блин, Лукас в туалет хочет. Ну, что ж такое? Ну, давайте в туалете, что ли, обсудить дела магазинные. Скажи, что картины просто обалденные. Глория рисовала всю ночь. Просто, говорит, повесишь у себя и будешь любоваться. Они, по-моему, счета, ребята, обсуждают. Обсудить предпочтения в покупках. Ладно, давайте сходим в туалет, а то как-то совсем, Лукасу, плохо. Что-то я смотрю, наша помощница, которая уже забыла, как зовут. Боже, как тебя зовут, совсем уже забыла. Меган. Меган что-то не стремится нам помогать. Давай, старайся, а то вообще, пожалуемся Лили. Правда, Лили уже умерла, но я думаю, что Лили была бы не очень рада, если бы знала, что ты такая вообще безрассудная. Ну, что ж такое? Обычно вот эти вот наши помощники, ассистенты, они помогают и обслуживают покупателей, отвечают на их вопросы и как-то помогают им сделать выбор. А тут что-то Меган совсем сидит и смотрит на этих ребят и ничего не хочет делать. Так, попробуем Стива дальше уговаривать, потому что мы с ним уже немножечко поговорили. Я думаю, что там недолго осталось его уговорить. Правда, Лукас у нас немножко в пижаме, потому что спать в шоу, но я спать ему не дала. Давай, ты должен это делать, потому что это твой бизнес, это твой магазин, и именно ты должен поставить его на ноги. Так что, Лукас, вообще перестань думать, ничего здесь интересного нет. Вот козел, как это нет? Да и персонал толком не работает, пойду-ка я в другой магазин. Вот так. Так, ребята, давайте мы с Меган разберемся. Отвечать на вопросы покупателей. Ну, я же дала ей задание, а правда, она его не выполняла, она сидела в телефоне. Управлять Меган? Давайте мы ее отсчитаем за лень. Во-первых, а что нам, за что нам дали 91? 91, я так и не поняла. А, это Кен заработал. Так, давайте мы, наверное, магазинчик наш закроем, потому что ничего не получается, минус у нас. И я хотела бы с Меган пообщаться дальше. Меган, никуда не уходи, сейчас Лукас тебе скажет пару ласковых. Ой, а мы не можем уже ей управлять. Вот, блин. Мы уже не можем ей управлять, зря я выбрала действие оскорбить. Я просто хотела, чтобы он ее немножко отсчитал за то, что она плохо работает. Ну, в принципе, она не уходит. Вот. И сказал, что, ну, как-то надо работать лучше. Ну, я не знаю, немножко он на нее накричит и скажет, что если ты хочешь, чтобы наш магазин как-то вообще процветал, ты же работаешь на меня, то, пожалуйста, старайся, что ли. Надо бы нашему Лукасу выспаться, но я думаю, что выспаться у него не получится, поэтому я сейчас куплю ему зелье. Зелье, чтобы у него поднялась бодрость. Замена сна или есть даже лучшее зелье решение проблем настроения. Вот. Оно стоит 500 баллов. Я думаю, что мы их потратим и выпьем его. У него сейчас моментально улучшится настроение. Он у нас оденется в какую-то более, не знаю, одежду. Давайте оденем костюм для вечеринок, вот, чтобы он выглядел получше. Вот это все нужно выкинуть сейчас, выбросить, чтобы оно нам не мешало, не воняло. Ой, боже, почему посудом... Давайте купим посудомойку, только я не знаю, у нас на счету магазина не так уж много денег, 2000. Ну, на посудомойку хватит. В принципе, мама, пока Глория спонсирует нас, у нас денежки есть, поэтому мы можем раскошелиться. Давайте мы загрузим посудомоечную машинку. Я просто не хочу никого приглашать к нам на помощь, потому что Лукас должен, ну, справиться с этим сам. Это его магазин, и я хочу, чтобы вот этот бизнес, он начал с самого нуля. Ну, как с нуля, магазин-то у него уже готовый, но все равно, вот, как бы, чтобы он справлялся со всем этим сам. Потому что если сейчас мы всю семью пригласим, будем ему помогать, то, ну, как бы он не научится. Он должен сам научиться, и пусть сам выносит мусор, пусть сам, ну, короче, пусть делает все сам. Так, мы открываем магазин заново, правда, у нас 4 часа утра, но я думаю, что это не страшно. Так, у нас какие-то даже садовые принадлежности, я никогда внимания не обращала. Так, все, магазин у нас открыт, Меган пришла вновь. Я хочу сразу дать ей задание, чтобы она отвечала на вопросы покупателей. Так что, Лукас, не будем откладывать это дело в долгий ящик. И сразу, наверное, вот что-то ей такое отсчитать за лень. Мы ее уже, Меган не отлынивает от работы, разрешить раньше уйти критиковать. Ну, давайте немножко покритикуем. Я надеюсь, что это только повысит ее это, потому что, ну, как-то правда, она в прошлый раз ничего не делала. Вот, немножко ее покритиковали, и сразу будем искать жертву, кому бы нам чего продать. Ну, давайте мужику этому Александру продадим, он мне нравится, он работает у нас в пекарне. Может быть, он состоятельный, не знаю, заработал уже что-то, Кристалл его повышал, а может, у него денюжка есть будет, и он сможет чего-нибудь купить. Сейчас всерьез займемся и попробуем его уговорить. Вот, узнаем о финансовых возможностях, ответим на вопросы. И будем обсуждать предпочтения. Я смотрю, что делает Меган. Ну, вроде бы, как Меган общается с клиентами, с покупателями, не в телефоне сидит. Вот, так что есть возможность, что она... Да, баллы нам идут. Возможно, она их сейчас как раз и обслуживает, отвечает на вопросы. Вот, смотрите, предложить информацию. Меган становится довольно неплохой продавщицей. Она может обслуживать покупателей в нормальном темпе, успешнее предлагает им помощь. Вот, видите, накричали на нее, немножко прокритиковали и начала хоть что-то делать. Так, у нас появляются тут другие возможности разговора с Александром. Восторгаться магазином, предложить варианты, предложить информацию. Давайте все это сделать, чтобы он побыстрее захотел купить у нас чего-нибудь. Кстати, у Лукаса с Меган отношения не очень хорошие. Наверное, от того, что Лукас на нее немножко накричал. Ну, вот, давайте обсудим предпочтения в покупках и узнаем о финансовых... Блин, уже узнавали. Ну, как бы мне запомнить все эти действия. Узнавали мы о финансовых возможностях. Давайте повосторгаемся ценами. Скажем, что у нас все не так уж и дорого. У нас на самом деле не так уж и дорого все. Я не знаю, сколько будет стоить эта картина. А, она так и стоит две тысячи. Ой, смотрите, появилась только что синяя колбочка. По-моему, Александр уже почти готов приобрести. Давайте предложим ему еще какие-то варианты. Прорекламируем ему товары. Вот видите, когда появляются разные другие варианты общения, то, по идее, он как бы уже почти готов и, наверное, сейчас приобретет у нас чего-нибудь. Кстати, уже утро. Пять утра. Лукас до сих пор в своем магазине пытается продать кому-нибудь мамины картины. Обсудить предпочтения, предложить информацию. Ну, давай, Александр, покупай уже что-нибудь быстрее, хоть что-нибудь. Потому что я, не знаю, за сегодня вообще еще ничего не продала. Вот, почти он готов. Уже синяя колбочка максимально практически заполнена. Я надеюсь, что он у нас чего-нибудь купит. Меган, а что сделала ты? О, все, он готов. Он готов приобрести мужика. Он хочет попросить... Не-не-не, не-не-не, никуда уйти, никуда не уйти. Я хочу обслужить покупателя. Я случайно не туда нажала. Давай, Лукас, бегом, иди. Бегом обслуживай Александра. Вот, я надеюсь, что Меган тоже что-то делает. Потому что пока только Александр согласился купить тот, которого обслуживал Лукас. А Меган чем занимается, тоже непонятно. Вот, можно дать ей задание убраться. Кстати, убраться в магазине можно давать ей задание тоже, чтобы Лукас сам не убирал, пополнить товары, проданных товаров. Вот сейчас Лукас обслужит этого мужика, и мы дадим Меган задание, чтобы она уже дальше сама пополняла товары. Вот, и будем кого-нибудь другого, например, Стива. А то он у нас в прошлый раз ушел в другой магазин. Может быть, в этот раз у нас чего-нибудь согласится купить. Мне очень хочется, чтобы Лукас добился сам и продавал уже в итоге хорошо, чтобы магазин у нас повысился. Все, давайте пойдем и Меган дадим задание пополнить запас проданных товаров. Блин, ему нужно в школу уже идти. Похвалим ее, наверное, немножко, хотя я особо не вижу, за что хвалить, но я думаю, что на работников что-то действует, и критика, и похвала, и от этого, может быть, будут у нас работать лучше, чтобы нам, конечно же, не помешало. Так, Лукасу сейчас придется, наверное, отпроситься со школы, так что мы позвоним, возьмем отпуск. Есть ли у нас, конечно, два дня? У нас есть два дня отпуска, так что мы можем это сделать. Так, ты будешь... Да, вот у нее задание пополнить товары. Так что она пойдет у нас пополнять товары, а мы будем обслуживать Стива, и я надеюсь, что Стив у нас что-нибудь приобретет. Меган, давай, иди, там у нас мужика купили, ты бы шла и его поставила на место нового. Вот, кстати, мы его продали за 3 тысячи, и уже прибыль от реализации у нас 3 тысячи. Но я думаю, что неплохо вот у Лукаса начинается все. Все-таки как-то за день 3 тысячи симолеонов, это довольно-таки приличная нормальная сумма. Вот, и молодец. Я думаю, что магазин в итоге у него будет хороший. Все он будет продавать, и не только мамины картины, а всякие разные другие предметы. Вот. Меган, я надеюсь, станет более такой опытной работницей, будет нам помогать, и у нас все будет получаться. Ребята, ну, короче, опять в телефоне сидит. Ну, что это такое? Я не знаю, что нам делать. Управлять Меган, отсчитать за лень. Ну, она опять овлынивает от работы. Ну, вот мы тебя вообще уволим. Что это такое, Лукас? Лукас у нас сам бедняжка, и пополняет товары. И, ну, вообще, поругая ее, правда, что она ничего не хочет делать. Давайте уволить, разрешить, узнать, как Меган себя чувствует на работе. Ну, по-моему, она себя неплохо чувствует. Ничего не делает, конечно. Конечно, я ей дала задание, чтобы она пополнила запасы проданных товаров, а она себе сидит в телефончике. Наверное, с кем-то общается, или, я не знаю, в интернете сидит. Что она делает, понятия не имею, но нужно ее покритиковать и вообще пригрозить ей увольнением. Здесь все замечательно, вы отличный начальник, и мне большего не надо. Да, только дайте мне сидеть в телефоне и не трогайте меня. Вообще кошмар, я не знаю, ну, что за девушка такая разрешить раньше понизить? Вот мы тебя понизим, я вообще не знаю, есть тебя куда понижать или нет. Увольнять я ее пока еще не хочу, но как-то вообще даже, наверное, давайте накричим на нее немножко. Что-то она, у Лукаса из-за нее мало что получается, уже, может быть, обслужили кого-то еще. Так, давайте попробуем дальше со Симом общаться, и, может быть, Мэган все-таки пойдет и пополнит запасы. Не, не спешит, вообще не хочет пополнять, не знаю, что за девушка такая, какой с ней подход нужен. Не хочет она никак не выполнять наше задание. Кстати, вообще странно, обычно Симы выполняют задания, и вот если им говоришь, там, обслуживать покупателей, то они это и делают. А Мэган какая-то своенравная. Кстати, давайте узнаем ее черту характера, мне просто интересно, какие у нее черты, что она такая вообще ленивая. Может, она просто ленивая, давайте узнаем ее получше. Так, магазинчики, я думаю, что уже, наверное, нужно закрывать. Вот, ну, неплохо, ребят, мы заработали 3000, намного больше, чем мы зарабатываем в нашей пекарне, так что очень неплохо. Э, Мэган, Мэган, стой, я хочу узнать твои черты характера. Мне просто интересно, что ж ты, что ж ты вредина-то такая, пожалуй, все ей наскоку, и просто я хочу узнать, узнать ее получше. Что ж это у тебя за черты характера такие, что ты не хочешь вообще никак работать. Мне почему-то кажется, что она ленивая, потому что у них это есть в роду. Лили у нас тоже была лежебокая бездельница, и, может быть, правда, ее внучка двоюродная тоже не очень трудолюбивая. Кстати, там никто не проходит черепа раздающий. Нет, никто не идет, к сожалению. Растяпа, ну, в общем, понятно, девочка веселая. Давайте попробуем еще какую-нибудь черту узнать, если можно. Наверное, уже нельзя спросить про Лиху, жаловаться. Давайте пожалуемся, скажем, ну вот что это, на тебя будем жаловаться. Кстати, есть такая, нам не хватит баллов счастья. Я хотела купить Лукасу черту проницательной, чтобы быстрее узнавать черты характера. Но, к сожалению, не получится, потому что все баллы счастья мы потратили. Ой, он хочет отправиться в музей. Ему настолько скучно, что он уже хочет в музей. Ну все, Меган уходит. Я думаю, что, ребята, она все-таки ленивая. Не знаю, почему она не хочет на нас работать. Да, ну вот, мы знали, мы об этом знали. Она добрая, лежебока и растяпа. Ну, главное, что добрая в душе, хоть и ленивая. Ой, а работники, оказывается, убирают здесь. То есть те, кто работает у нас дома, они приходят еще и поубирать. 44 миллиона снял за то, что смыл унитаз. Еще и приходят убирать к нам в магазин. Ну, это тоже хорошо. Так, все, ребят, я буду на этом заканчивать серию. В общем, я думаю, что у Лукаса все получится. Мы вот сегодня... Давай, иди пополни запас, потому что не хотела это делать Меган. Сделай хотя бы ты, потому что тебе придется. Это твой магазин. Тут ленивый, не ленивый. И отлынивать ты не сможешь. Вот, у нас есть уже 320 бонусов. Вот, мы можем... Ну, в принципе, мы не особо много чего можем. Вот, нужно еще. Можем на 320. Что ж, можем купить? Табличку, пьедестал, вывеску, футболка, кассовый аппарат. Чрезмерное излишество. Поставщик заказал слишком много товаров, и поэтому временно снижает цены, чтобы освободить место. Стоимость товаров при выполнении запасов снижена на 12 часов. Этот бонус можно будет снова купить в будущем. Так, и дополнительный работник нам пока еще не открыт. Ну, нам, в принципе, дополнительные работники не нужны. Ну, если, конечно, они такие, как Меган. Если более эти самые такие трудолюбивые, то, может, кого-то и стоит нанять. Я думаю, что Меган мы не будем увольнять, потому что у меня вот на будущее есть такая, не знаю, мысль, ли, возможно, Лукасу даже роман в будущем с Меган закрутить. Не знаю, еще не уверена, потому что сейчас хочу, чтобы Лукас у нас все-таки общался... О, мужик появился. Общался с Микой. Вот это его любовь детства. Ну, по крайней мере, она ему нравилась всегда. Вот, и хочу, чтобы он с ней отношения развивал дальше романтические. Ну, а Меган будет работать у нас в магазине, и там дальше как получится. Увольнять ее пока не хочу. Попытаемся ее выдрессировать, чтобы она хоть что-то делала в нашем магазине. Ты что, заболел? Ой, по-моему, он, ребят, начинает заболевать. Не нужно тебе болеть, будем лекарством тебя поить. Только лекарства дома. Поэтому возвращайся, лучше отправляйся домой. Вот, так что не будем мы Меган увольнять. Посмотрим, может быть, еще какого-нибудь работника наймем нам в помощь, чтобы Лукасу помогало. То с Меган как-то, правда, тяжеловато. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!